К моменту съемок сюжета, а на часах было чуть больше 10 утра, снегоуборочная машина уже сделали не один рейс. Основные силы брошены на центральные автомагистрали, на которых традиционно самый стремительный и многочисленный поток транспортных средств. Однако без внимания не остались и менее загруженные дороги, дворовые территории и пешеходные дорожки. Всего в борьбе со стихией в областном центре задействовано около 400 человек из числа сотрудников коммунальных служб и несколько десятков единиц спецтехники. Мы, в общем-то, все время были готовы. Начиная с того, как вышло распоряжение исполкома о готовности к работе в зимних условиях, у нас организовано круглосуточное дежурство, поэтому, в принципе, нам было все равно, когда начнется этот снег. Сегодня, завтра в дежурстве постоянно находятся 15 автомобилей для разбрасывания расчистки дорожной сети, находятся 6 тракторов для расчистки пешеходных тротуаров и 2 погрузчика. Вот эта техника, в общем-то, и встретила весь этот удар утром без 15,7. Первая техника вышла на работу. Дальше, по мере выхода на работу, добавляли технику. В часы непогоды не только коммунальные службы работают в усиленном режиме. В обеспечении безопасности дорожного движения задействован практически весь личный состав госавтоинспекции области. Инспекторы не только патрулируют улицы, но и приходят на помощь тем автомобилистам, которых подвели их железные кони. На данный момент уже на территории города Бреста произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых автомобили получили механические повреждения. Основная причина таких ДТП – это неправильно выбранная скорость движения. Сейчас речь идет не о соблюдении установленного скоростного режима, а именно о выборе правильной безопасности скорости движения. То есть, например, если у нас на центральной улице разрешена скорость движения 60 км в час, то в таких погодных условиях она, конечно же, уменьшается хотя бы до 40. По прогнозам синоптиков, циклон Даниэла с территории нашей страны уйдет в ночь на 13 января. Снежная погода сохранится, но осадки уже не будут такими интенсивными. Начиная с четверга в Беларуси вернутся морозы. А потому ослаблять внимание и терять бдительность не стоит. Природа, видимо, все-таки решила побаловать белорусов настоящей зимней феерией. А заодно проверить их на прочность, благоразумие и умение соблюдать правила безопасной жизнедеятельности.